Находился я дома и услышал крики, услышал крики, такие не просили о помощи, а просто как жестко кричит девушка. Я выглянул в окно и увидел, как молодой человек в капюшоне и в маске бьет девушку в лицо ножом. Я сразу спохватился, обулся, выбежал на улицу, побежал, его уже не было на том месте, побежал во двор. И как бежал, увидел бабушка с окровавленным лицом, говорит, что он во дворе. Я побежал за ним и увидел, как он бьет парня молодого и мужчину в шею ножом. Я подбежал к парню, у него с шеей текла кровь, я дал ему маску приложить к шее. И чтобы не потерять из виду этого преступника, я побежал за ним дальше. Мы побежали вот здесь на улицу, я гнался за ним и кричал людям, которые шли спереди, чтобы они обходили стороной, потому что у него нож. Он бежал конкретно от меня, он видел меня еще сначала, как я вышел с дома. Он видел меня и начал от меня убегать. Нет, нет, нет. Я держал его как бы на дистанции, я понимал, что как бы были моменты, думал, что задержать его, но потом как-то побоялся, что может пойти какая-то заварушка и тоже получу удар ножом. Думаю, как бы не стал этого делать, просто думал, буду его преследовать до момента, пока не задержит полицию. Нет, у меня не было при себе телефона, я говорил людям, позвоните в полицию, никто не реагировал. Говорил людям, бегите со мной на помощь, никто не реагировал, я бежал за ним. Он поворачивался, оглядывался, преследую ли я его, и ускорялся, и старался убежать от меня. Не знаю, минут пять мы где-то убежали. Страха не было, была только как бы жалость к людям, к девушке, которую я увидел с балкона. Мне стало жаль, что она была с ребенком беззащитная. И удары в лицо, мне добавило это какого-то, не знаю, наверное, агрессии, я был зол, и поэтому выбежал. Да, я видел его лицо непосредственно здесь, я просил полицию, чтобы показали его лицо, он был в маске. Когда полиция взяла его под свой контроль, он кричал, чтобы они меня отвели от него, потому что я хочу его убить. Никакого, это все видно в интернете, когда он рассказывал за каких-то, ну, какие-то бредни нес, думаю, наркотики. Потому что человек, ну, видно по нему, как бы он полуадекватный, но с головой что-то не так. И сейчас у нас в городе, наверное, есть такие наркотики, которые затуманнуют разум, и люди себя ведут таким образом. Если бы у меня было огнестрельное оружие, думаю, полиция его уже не задержала. На мой взгляд, вчинок данного ромедянина заслуговывает на повагу. Патрулюючи в металлургийном районе міста Криворога, на службовый планшет отримали виклик вбивства за адресу міста Криворог, в улице Костенко. Инициатор поведомления пояснила, что до здания зайшов неведомый человек, которого она описала по прикметам, принес с собой предмет, схожий на ниж, с плямами бурого кольору. Та, который попрехал ее вызвать наряд полиции, пішов в неведомом направлении. Прибивши на место вызвания, опитавши инициатора поведомления, она пояснила, как выглядит имоверный подозреватель. Поведомила имоверный шлях его отхода. Було патрульовано прилеглую территорию. Під час патрульувания на радиоэфире было отримано поведомление, что на улице Стрельникова сейчас произошел напад на малолетню дитину. Человеком, схожим за описом. Прибивши на место вызвания, было опитано свидетелей, которые объяснили, что имоверный нападник побег в сторону Степана Тельгии. Патрульувавши территорию в улице Степана Тельгии, біля будинку номер 15, біля якого мы сейчас находимся на заднем фоне, было помечено схожего за описом человека, который, увидев співробитников полиции, начался ризко изменять свой направление круга, то есть пытался втекнуть. При себе он в руках тримал предмет, схожий на нож. Було вжито заходів для затримання даної особи. Під час затримання особа поводила себе неадекватно, тому було прийнято рішення застосувати заходи примусу до особи, а саме фізичну силу в порядку статті 44 закону України про нацполіцію та спецзасіб кайданки в порядку статті 45 закону України про нацполіцію. Экіпажами патрульної поліції було забезпечено схоронність місця подій до приїзду слідчо-оперативної групи, щоб була можливість зліччя-оперативної групи зафіксувати всі сліди правопорушення.